На мой взгляд, достаточно часто этот вопрос поднимается, но с точки зрения радиотерапевтов, очень много внимания уделяется каким-то дозиметрическим характеристикам. Прекрасно понимается ли в аудиторию наличие онкоурологов, медицинских онкологов. Я постараюсь уйти от этого момента и продемонстрировать в большей степени клинические моменты именно в разрезе радиационной онкологии в целом. Мы уже начали тематику противостояния радикальной простатами и лучевой терапии. И в преамбуле своего сообщения одно из исследований, мета-анализ, систематический обзор, который также посвящен анализу двух этих опций лечения. И результаты этого исследования, вот на данном слайде продемонстрировано сравнение дистанционной лучевой терапии в сочетании либо без гормональной терапии. Опять-таки, тоже вопрос возникает, почему у пациента высокого риска прогрессированное лечение происходит лучевая терапия только в монорежиме с хирургическим лечением. И сразу же я хотел бы обратить внимание, что ко всем исследованиям, меня так учили, я всегда отношусь с критических позиций, я специально целенаправленно выделил рамкой годы в тех исследованиях, на основании которых базируется анализ, достаточно большой разброс. Это очень важный момент, потому что за последние 10 лет принципы лучевого лечения больных с заболеванием предстательной железы меняются, меняются дозы, подходы к определению доз, режимов облучений, методик облучений, объемов облучений и так далее. Но несмотря на все это, на данном слайде мы видим, что хирургический компонент превалирует в разрезе эффективности лечения данной категории пациентов. При сравнении с отчетанной лучевой терапией и хирургического лечения в сочетании, либо без адъюантной лучевой терапии, мы видим, авторы демонстрируют преимущество в пользу с отчетанной лучевой терапии. Буквально 3 недели назад закончилась АСКО, и в разрезе постерных докладов была также проведена публикация наших европейских коллег. Это ретроспективно наблюдательное исследование из пяти центров Европы, базировалось на анализе 33-летней работы, почти 2,5 тысячи пациентов были проанализированы. И, к сожалению, результаты лечения данной категории пациентов даже сами авторы делают выводы, что не совсем на удовлетворительном уровне, мягко говоря. Хотя, если смотреть по результатам, мне как радиотерапевту, наверное, можно было бы порадоваться, что результаты лучевого лечения несколько выше. Но, опять-таки, все исследования, которые мы анализируем в разрезе оценки эффективности лечения данной категории пациентов, слишком сложны в своей интерпретации и в ряде случаев не выдерживают определенной критики. Это, как правило, ретроспективное исследование. И мы, к сожалению, не знаем всю сопутствующую ситуацию наших пациентов. Это, с одной стороны. А, с другой стороны, будучи радиационным онкологом, достаточно сложно интерпретировать результаты, когда мы не имеем достоверных, нормальной информации об режимах лучевого лечения. Ну и самое важное, что в последующем я чего коснусь, то, что это слишком гетерогенная структура больных, больные высокого риска прогрессивнее. И в разрезе этого необходимо, конечно же, это учитывать, когда мы интерпретируем те или иные данные. И хотел бы перейти к, я думаю, что это исследование, вы уже знакомы, результаты для нас, для лучевых терапевтов, долгожданные результаты рандомизированного проспективного исследования по изучению эскалации дозы именно у пациентов высокого риска прогрессирования. И это достаточно прозрачно, хорошее двухрукавное исследование. На что бы я хотел обратить внимание, то, что большая доля пациентов в этом исследовании – это больные с наличием одного фактора высокого риска прогрессирования. И в разрезе этого всего мы получаем, безусловно, с одной стороны, подтверждаем закономерность, зависимость, влияние подведенной дозы от эффективности лечения. А с другой стороны, специально выделил рамкой абсолютные результаты, на мой взгляд, хорошие десятилетние показатели безрецидивной выживаемости – порядка 84%. А самое важное, что это исследование продемонстрировало реализацию безрецидивной выживаемости, биохимического контроля в достоверное улучшение показателей общей выживаемости. По сути, это первое исследование, которое демонстрирует тот факт, что увеличение дозы на опухоль председательной железы достоверно приводит к улучшению основного онкологического параметра общей выживаемости. Ну и немаловажно то, что токсичности также не было увеличено ввиду, конечно же, достоверно частого использования более современных технологий лучевой терапии в группе высокой дозы лучевой терапии. И что мы имеем сегодня? То есть основная задача радиационного онколога достаточно проста в данном случае получается – подвести большую дозу к опухоли, если мы видим взаимосвязь с эффективностью лечения. И мы имеем в арсенале, в современном арсенале, различные варианты эскалации. Мы имеем опции эскалации дозы посредством дистанционной лучевой терапии, уже мы говорили об этом, о сочетанной лучевой терапии. Но в последний год появилась другая опция эскалации дозы – это дополнительное облучение опухоли предстоятельной железы, так называемый буст на МР-позитивный очаг. И просто несколько слайдов познакомлюсь с этой методикой. В основе этих рекомендаций лежат проспективные рандомизированные исследования, которые сравнивалось классическое облучение только предстоятельной железы, либо облучение предстоятельной железы с дополнительным бустом на опухоль предстоятельной железы. Графически отображено на МР-топометрическом снимке. И авторы получили достоверное преимущество пока что пятилетнего биохимического контроля болезни с тенденцией к безметистатической выживаемости. А самое важное – не получили никаких достоверных различных токсичностей. Таким образом, мы говорим о том, что одна составляющая эффективного лечения больных со стороны именно консервативного подхода, лечения больных высокого риска прогрессирования – это максимально подведенная доза на опухоли. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это пациенты потенциально высокого риска системного прогрессирования. Поэтому в разрезе этого речь всегда идет о сочетанном лечении. В данном случае – гормонолучевая терапия. Это является основным сценарием лечения. И, по сути, на этом можно было бы остановить сообщение, поставить точку. Но, тем не менее, учитывая сложную категорию пациентов, учитывая тот факт, что на настоящий момент мы еще имеем недовлетворительные все-таки онкологические результаты лечения, идет попытка стремления к улучшению результатов, в том числе в разрезе интенсификации лекарственной терапии. И, наверное, это, скорее всего, идет от тех достижений, которые мы имеем в настоящий момент в разрезе опций, сценариев лечения пациентов с метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы. И, возвращаясь к доказательной медицине, принципам доказательной медицины, Вот, например, исследование наших коллег, группы RTOG, оценивающих интенсификацию лекарственной терапии путем добавления химиотерапии децитокселом у пациентов высокого риска прогрессирования. Критерии включения – это пациенты с биологически агрессивным опухолевым процессом, с высоким уровнем ПСА. Дизайн исследования достаточно логичен, а, самое главное, последователен. К радикальному курсу лучевой терапии, с гормональной терапией, происходит дополнительное добавление опций лекарственного терапии, химиотерапии. Это рандомизированные исследования более 500 больных, рандомизированы в две группы. Но при ознакомлении с материалами и методами обращать на себя внимание, что это всё-таки молодая категория пациентов, средний возраст, 66 лет медианного возраста. И в результате авторы получили достоверную тенденцию к улучшению онкологических результатов в отношении общей выживаемости, безметистатической выживаемости, безрецидивной выживаемости у пациентов в группе интенсифицированного лечения. Авторы делают заключение, что подобный вариант лечения может расцениваться у определенной отобранной категории пациентов. Вторая составляющая, второй потенциальный вектор улучшения результатов – это интенсификация гормональной терапии. И вот метаанализ двух рандомизированных исследований на платформе Stempid наших европейских коллег. Обратите, пожалуйста, внимание на критерии включения. Это то, на что я хотел бы обратить внимание, что это пациенты с уже двумя факторами более агрессивного течения процессов, либо с наличием региональной лимфоденной платки и патологической, либо это уже с двумя факторами высокого риска прогрессирования. И в данном случае интенсифицируется гормональный компонент лечения путем добавления абиротерона. По клиническим характеристикам также пациенты достаточно молодого возраста, до 70 лет. Но при этом, если обратить внимание на степень дифференцировки опухолевого процесса, то есть 80% больных с глиссоном 8-10, при этом 90% имеют местно распространенный опухолевый процесс. То есть, минимум 70% больных имеют низкодифференцированный агрессивный опухолевый процесс с местно распространенным характером роста. И вот такой подобный интенсифицированный гормональный подход лечения данной категории пациентов получил улучшение 13-летнее, 13-процентное улучшение 6-летней без метастатической выживаемости. Медиа на общей выживаемости достигнута не было, но при этом отмечается тенденция в пользу интенсифицированного подхода. Таким образом, авторы делают заключение, что добавление абиротерона может являться, рассматриваться как новый стандарт лечения. Но это мнение не только авторов этой публикации, ввиду консенсуса, некого обсуждения наших европейских коллег, Европейского общества урологов, обращая внимание, что 78% корреспондентов за интенсификацию гормональной терапии у пациентов высокого и очень высокого риска прогрессирования. Что мы имеем сейчас, вот буквально скриншот рекомендации НССН, сделан неделю назад, у пациентов высокого и очень высокого риска рассматривается эта опция лечения, а у пациентов с региональной патологической лимфоденопатии в приоритетном порядке тоже рассматривается эта опция лечения. По-моему, в этом году в рекомендациях Европейского общества урологов также терапия абиротерона нашла свое место. К чему мы дальше идем? А дальше мы идем, конечно же, к потенциальным улучшениям результатов, перспективы, и на АСКО также были анонсированы исследования, которые посвящены улучшению результатов лечения ввиду интенсификации гормональной терапии. В данном случае два исследования направлены на изучение изолутамида и деролутамида. Дизайн очень похожий, двухрукавные исследования, достаточно логичные. Обращают на себя внимание, безусловно, то, что меня радует, как рационного онколога, это полноценный курс лучевой терапии, который подразумевает эскалацию дозы на предстательную железу либо путем дистанционной лучевой терапии, либо в контексте сочетанной лучевой терапии с профилактическим облучением лимфоузлов таза. А также еще анонсированы исследования по потенциальному улучшению результатов больных с метастазом в региональные лимфатические узлы таза, также путем интенсификации гормональной терапии. И то же самое, отрадно видеть дизайн, хороший дизайн, прекрасный дизайн исследования в разрезе радиотерапевтического лечения, который подразумевает облучение простаты и лимфоузлов таза, а также эскалацию дозы на ПЭД-позитивные клинические увеличенные лимфатические узлы. Таким образом, в принципе, с моим оппонентом мы говорим об одном и том же, что улучшение результатов комбинированного лечения больных раком предстательной железы высокого риска прогрессирования заключается в пенсионализированном подходе. А в разрезе лучевой терапии путем усовершенствования методик, позволяющих эскалировать дозу в опухоли и интенсификации сочетанного компонента лекарственной терапии. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Коллеги, вопросы? Можно? Петр Викторович, у меня к Вам вопрос не такой не научный, а практический. К Вам пришел мужчина, 51 год, общее хорошее состояние здоровья у него, или рак простаты очень высокого риска, или местно распространенный рак предстательной железы. Вы такому пациенту рекомендуете начинать лечение с лучевой терапией? Я, да, рекомендую. И объясню свою позицию, почему. Потому что мы, во-первых, в дефицит доказательной базы мы не имеем рандомизированных, перспективных исследований, сравнивающих эффективность двух подходов. Как мы уже обсудили, что, в принципе, по тем данным метаанализов, систематических обзоров плюс-минус, результаты одинаковые. Кроме того, на мой взгляд, тут в разрезе независимости, несмотря на то, что это даже и пациент высокого риска, прогрессивно, местно распространенного ухлевым процессом, мы должны в контексте принятия решения учитывать мнение пациента. Если пациент настроен на хирургическое лечение, то, безусловно, предлагать ему тогда возможный вариант идти по этому пути. Если пациент рассматривает альтернативное органозаберегающее лечение, идти по пути лучевой терапии. Но я не вижу каких-то клинических и в разрезе доказательной базы для себя пока что информации, чтобы отказывать этому пациенту лучевой терапии по радикальной программе. С учетом тех потенциальных путей интенсификации лекарств и терапии, которые у нас сейчас есть. – Ну хорошо. Но мы же с вами, наверное, не верим в то, что если ему 51 год, мы сможем его вылечить от заболевания путем лучевой терапии и продолжения лечения какого-то лекарственного. А возможность проведения операции мы упустим. Извините, я немножко провоцирую вас специально для дискуссии. – Спасибо за провокацию, действительно интересно. Вот тут ключевой вопрос, ключевой момент выражения излеченность. Вот этот важный момент и он в разрезе комплаенсов, взаимодействия пациента и врача. Многие пациенты действительно не ассоциируют свои, скажем так, свое благоприятное будущее, свою излеченность с наличием опухоли. И это обсуждается, это не моё ему заключение. Есть достаточное количество публикаций, международных публикаций, которые обсуждают вот этот вопрос, эту проблему. И именно вот это восприятие пациента в состоянии своего излеченности в условиях простатоктомии часто бывает. Поэтому и, как правило, по пути простатоктомии пациенты идут. Но, с другой стороны, клинически, насколько я знаю, пока всеми организациям здравоохранения онкологические заболевания не вывело в состояние излеченного процесса. Поэтому у нас в онкологии свои нюансы, и говорить об излеченности наших пациентов, мне кажется, не совсем корректно в данном случае. Петр Владиславович так деликатно показал метаанализ последний, где преимущества лучевой терапии над хирургией показаны. Но не стал говорить, что лучевая терапия однозначно лучше у этой категории пациентов. Но ведь есть много всяких «но», Петр Владиславович. Например, больной плохо мочится, большой объём предстоятельной железы. Вы же не будете его облучать? Петр Владиславович, совершенно верно. Не будете. Конечно. У пациента, не знаю, язвенный колит. Ну, есть относительно абсолютно противопоказания, как лучевой терапии, так и хирургическому, наверное, лечению. Поэтому, действительно, мы должны оценивать состояние пациента, наличие хронических заболеваний. Поэтому вершине принятия решения, наверное, лежит это действительно персонализированный подход с учётом всех. А то, что я пытался продемонстрировать в сообщении, что действительно очень много «но» и много неизвестного, много сослагательного наклонения. И, к сожалению, вся эта сослагательность ввиду дефицита хорошо организованных, рандомизированных исследований. Радиологу и перерывшив хирургу, всегда такие пациенты на консилиуме, они вызывают массу споров, и это очень интересно. Пётр Владиславович, вот если к вам пришёл на консилиум такой пациент, ему провели стандартные методы обследования МРТ малого таза, компьютерную томографию брюшной полости и грудной клетки, выявили Т3Б, Н1, М0. Вы предпринятием решения остановитесь на этих методах исследования? Или вы, как радиолог, будете рекомендовать какие-то более углубленные обследования, чтобы всё-таки чётко выверить, что у пациента М0? – На этот вопрос мы должны посмотреть с двух позиций. Позиции клинических рекомендаций и позиции, возможно, да, то есть позиции клинических рекомендаций реальной клинической практики, наверное. И второй момент – это с позиции, возможно, потенциально лучшего сценария как диагностического, так и лечебного подхода. Если идти по последнему пути, то, конечно, наверное, я бы инициировал и по возможности предположил дополнительные обследования в виде ПТКТ с ПСМА. Но, учитывая определённые организационные рамки, в ряде случаев этот сценарий невозможен. Тогда, конечно, в разрезе общепринятого подхода диагностического поиска, мы, наверное, остановимся на этом и приступим к планированию, к определению тактики лечения данных этого пациента. – Спасибо большое. – Алексей Володимирович, Ваше мнение. – Да, но если мы говорим о столь серьёзной группе пациентов, которые N1 уже идут у нас, и мы решаемся всё-таки в сторону хирургии, тут не надо всё-таки, конечно, малодушничать. Однозначно этому пациенту показано дообследование. Более расширенное в виде ПТКТ, ПСМА. Объясню, почему. Потому что мы берём на себя ответственность, оперируем пациента. Расширить потом объём лимфодисекции, ну, возможно, да? Но, возможно, для кого? Для пациента или для хирурга? А зачем это делать? Мы, если уже решились оперировать пациента, да, мы можем отложить операцию этому пациенту, мы можем, ну, пусть он подождёт месяц, пусть он подождёт полтора, но ему надо сделать полный объём операций. Полный. Если мы увидим где-то позитивный лимфоузел на уровне бифуркации орты, а мы туда не дойдём, или в ортоковальном промежутке, ну, зачем вообще была эта операция? Она вообще никакого смысла может не принести абсолютно. Поэтому таких пациентов брать не надо на хирургическое лечение без ПТКТ. И если Вы всё-таки, Пётр Владиславович, решаете, что пациенту всё-таки будет польза от лучевой терапии, нежели от хирургического лечения, Вы, как радиолог, какой предпочтёте вариантной адювантной терапии до начала лучевой терапии? Вот на Ваш взгляд, какая схема будет более оптимальна для пациента? Вы продемонстрировали исследование и с энзолутамидом, и с доцитоксилом, и с абиротероном. Вот на Ваш взгляд, для этой группы пациентов что предпочтительно? Благодарю за вопрос. И действительно, это настоящая клиническая практика, с которой мы сталкиваемся. И я Вам скажу, что подобные клинические ситуации мы обсуждаем на консилиуме и рассматриваем вопрос интенсификации гормональной терапии. То есть добавление абиротрона, азолутамида, апаутамида уже на усмотрение по месту жительства. А там в разрезе уже особенностей и возможностей регионарного вопроса в оказании региональной онкологической помощи. Но в рамках стандартного лечения это гормонно-лучевая терапия, типичная вариантная адювантная гормонно-терапия 4-6 месяцев с последующим началом проведения радикального в таком случае терапии. Спасибо большое. И вопрос к Алексею Владимировичу. А будете ли Вы пациенту проводить неодевант до хирургического лечения при… ну, знаю, что у пациента крайне высокий риск прогрессирования, да, и ему, по сути, гормональная терапия даже после хирургического лечения, она 100% понадобится. Будете ли Вы начинать именно с неодевантной гормональной терапии? И, опять же, какой Вы режим предпочтете? Знаете, ну, мое мнение сугубо субъективно, потому что есть определенный опыт, ну, что мы имеем на сегодняшний день, да. А опыт есть хирургического лечения после стандартной гормональной депривации, но она, соответственно, никакого смысла не имеет, нам и пойму мнение. Вот, есть опыт лечения пациентов после терапии достоцелом, но это, конечно, не в разрезе гормональной терапии. И, действительно, при местном распространении, как показал опыт, были ряд пациентов, которые были оперированы, да, действительно, местный процесс становится лучше, и пациенты более благоприятно протекает именно хирургический этап. Для них это более выгодно для пациентов, у них меньше риск перепрессионных осложнений, и отдаленные результаты функциональные у них несколько лучше. Но это субъективно, это мое мнение. Вот, и, к сожалению, у меня нету на антиандрогены второго поколения опыта личного, то есть, поэтому я сказать, что это все-таки будет для пациента, нужной опцией или ненужной, я, к сожалению, сказать не могу. У нас есть небольшой опыт в рамках двух работ, не рандомизированных по проведению неодевантной химиотерапии. Это кандидатская диссертация Александра Константиновича ДОТ-СТАКСЛ 36 мг на метр квадратных, моя работа 75 мг на метр квадратный. Единственное, что удалось доказать, это снижение частоты позитивного хирургического края на 15% в обеих работах. Что касается общей выживаемости, опухоль специфической выживаемости, к сожалению, кривые не разошлись. В моей работе это были только трехлетние результаты. Тем не менее, возможно, мы не проводили оставшуюся часть интенсификации, то есть после хирургического лечения гормональная терапия не проводилась, если, например, сравнивать с лучевой терапией. Возможно, в этом кроются некие такие перспективы для комбинированного лечения при хирургическом лечении пациентов группы высокого риска. Но на онкологические результаты неодиевантная терапия никак не влияет. Если позволите, я тоже два слова скажу по поводу неодиевантного гормонального лечения перед хирургическим лечением. Сразу, это нестандартный вариант лечения, это понятно. И он сейчас исследуется в нескольких клинических исследованиях. Ну вот одно из таких клинических исследований проводится на базе Челябинска онкологического диспансера. Мы длительно участвовали в этом исследовании. Я могу сказать, что вот первый результат нас довольно обнадеживал. Но сейчас я не могу сказать категорически, что это очень хорошо. Ну и естественно результаты я не могу оглашать, пока не будет завершено исследование. Можно еще вопрос, больше адресован будет Петру Вячеславовичу. В продолжение пациента, который задал Александр Викторович. Да, вот 51 год пациент, мы все понимаем, вы выбираете тактику лучевой терапии. В вашем личном опыте, есть ли такие пациенты, мы ведь не говорим о их полной излеченности, у которых был возврат болезни, допустим там лимфоузлы, либо местный рецидив. Потому что после хирургии мы понимаем, что делать. После лучевой терапии и сроки. И личный ваш опыт хотелось узнать. Спасибо за вопрос. И он действительно актуален. Сложно ответить. Больше даже с каких-то этических моментов. Но скажу, начну со следующего. Что я это продемонстрировал. Эффективность лучевой терапии зависит от режимов облучения, объемов облучения. А самое важное зависит от соблюдения принципов гарантии качества лучевой терапии. Прекрасно был анонсирован вопрос обучения хирурга и влияния это на результаты лечения. Ту же самую ситуацию мы должны экстраполировать и на лучевую терапию тоже. Хорошо отлаженная система технологического процесса планированной лучевой терапии – это высокоэффективный метод лечения. В случае нарушения технологического процесса возникает дефект и возникает, как правило, локальный рецидив. Я сталкивался с подобными ситуациями в разрезе регионального прогрессирования болезни. В данном случае мы рассматривали, как опять-таки опцию, оговорюсь, что это не является опцией стандартного подхода, регламентированной клиническими рекомендациями, а рассматривали опцию так называемой метастазно-оправленной терапии в разрезе стереотоксического лучевого воздействия как условно единственное проявление болезни. Наверное, так отвечу на Ваши вопросы. Алексей Владимирович, к Вам вопрос будет, если можно. Пациенту, когда провели радикальную простатоктомию, две ситуации, Вы получили наличие метастаза в одном из лимфоузлов, у которых нет выхода за пределы капсулы лимфоузла. И второй момент, что Вы будете делать, если будет в двух и более наличие метастазов в лимфоузлах. И опять же, если риск развития рецидива высокий, провели лучевую терапию, адювантная гормонотерапия, в каком режиме и какими препаратами будет проводиться? – Знаете, вопрос. То, что я показывал сегодня свои результаты, я прошу обратить внимание, это 2018 и 2022 год, как была тактика на тот момент. То есть мы достаточно агрессивно подходили к рекомендациям по проведению адювантной лучевой терапии и видели процент, когда до 60 адювантной лучевой терапии мы. На сегодняшний день выглядит ситуация совсем иначе. Соответственно, пациенты, у которых, как, Евгений Александрович, Вы говорите, один лимфатический узел без инвазии в капсулу, конечно, мы таких пациентов наблюдаем. Если это два и более метастазовые лимфатические узлы, да, мы проводим пациенту и системное лечение, и лучевую терапию. В этой ситуации оно применимо, адювантное. Последний вопрос, коллеги, мы забыли. Комментарий относительно адювантной гормональной терапии. Регламентировано суммарно 2-3 года гормон терапии в этой категории пациентов. В зависимости от этого уже посчитать можно, в каком варианте будет продолжительность гормональной терапии в адюванте. Пожалуйста, последний вопрос, и мы заканчиваем обсуждение. Спасибо большое за столь интересное обсуждение. Мне, как радиологу, было очень приятно услышать, что ПЭТ-КТС-ПСМА таким вниманием не обделен. И тут клинический вопрос ко всем. Если, допустим, у молодого пациента высокой группы риска при проведении ПЭТ-КТС-ПСМА было адекватно рестадировано задействование лимфатических узлов, но одновременно выявлено, допустим, два очага с небольшим накоплением в ребрах. Вот такая клиническая ситуация. Будет ли этому пациенту отказано в радикальном лечении или нет? Хороший вопрос. Такой вопрос я задаю, наоборот, радиологам на конференции, посвященной гибридной медной диагностике относительно интерпретации вероятности метастатического поражения ребер. Насколько точно мы можем сказать, что это метаспецифическая природа? То есть степень активности этого образования, наличие структурных изменений со стороны костных структур. Поэтому если мы однозначно говорим о том, что клиническая ситуация трактуется как с признаками отдаленного метастазирования, то пациент, наверное, следует рассматривать как первичный диссимирин, потенциальный метастатический гормоночувствительный рак, предстоятельность железы, и вести его по этому пути. Если же мы говорим, что коллегиально принимаем решение, что специфическая природа маловероятна, то тогда идти по пути локального лечения. Ну вот как радиолог тоже могу ответить, что нет никаких, к сожалению, критериев, которые могли бы достоверно сказать о том, метастатическая природа или нет. Довольно часто ложноположительные выявляются очаги, а ответить на вопрос, это метастазы или нет, может помочь только время. Ну вот это и есть ответ на Ваш вопрос. Наблюдение и повторное исследование через какое-то время или без лечения, ну если у пациента очень высокий риск, Вы боитесь оставить его без лечения, то Вы назначаете терапию, и это тоже дает Вам ответ, что как меняются эти очаги в процессе лечения. Спасибо.